Как может Россия давать деньги, если нефть, которая качается в Чечне, она уходит в Россию, и ее продает Россия, ее продает Сечин, Роснефть, а потом с этих денег нам, ну не нам, а Кадырову присылают какие-то средства, это называется дотациями. Почему в чеченской нефти доход получает кооператив Озеро? Почему должен Сечин, Путин и другие получать этого дохода? Какие глупости, Чечня никогда не будет независимой, да ей это и не нужно, за суд бюджет РФ и все окей. Но нам не нужен этот бюджет РФ, бора-бора, мы не хотим, мы хотим сами получать доход со своей нефти, а не чтобы Роснефть, там российская казна и дружки Путина, как это называлось, кооператив Озеро, чтобы не кооператив Озеро с этого получал доход. Почему в чеченской нефти доход получает кооператив Озеро? Почему должен Сечин, Путин и другие получать с этого дохода, а не чеченский народ? Мы хотим, чтобы чеченский народ получал доход. Мы хотим сами у себя реализовывать какие-то программы экономические для того, чтобы к нам потянулся иностранный бизнес, иностранные инвестиции. Мы хотим делать для своего народа, для своей республики что-то хорошее за свой же счет. Не просить у России денег под какие-то программы для реализации каких-то программ республики. И так сегодня делает Кадыров. Сегодня, допустим, Кадыров захотел построить дорогу на казино Ам, например. Что он должен сделать? Министерство автомобильных дорог должны под эту программу, под это строительство попросить деньги у Министерства автомобильных дорог России. Те должны это все одобрить через миллион инстанций. Это все должно пройти, они должны выделить на это средства и после этого у нас построить деньги. Почему? Зачем нам вот эта цепочка? Мы не хотим. Мы хотим у себя в республике решать. Хотим мы дорогу на Грузию, допустим. Все. Мы взяли и сами же у себя нашли на это средства, выделили, построили дорогу, договорились с грузинами. Они со своей стороны построили. Все. Вуаля. У нас есть дорожное сообщение. Взяли, захотели мы соединить населенные пункты своей республики с скоростным железнодорожным сообщением. Взяли и соединили, построили железную дорогу. Почему? Почему мы этого не можем сделать? Почему Швеция, Австрия, Германия, Франция? Они это могут, они это делают. У них все их города, населенные пункты, все соединены друг с другом с железнодорожным сообщением. Очень хорошие, качественные поезда. Все есть. Почему мы не можем этого сделать? Почему из Грозного в Урус-Мартан у нас нет поезда? Почему? Почему нельзя добраться на поезде? Почему нельзя поехать в Знаменское на поезде в Наур? Вот какие должны быть цели у нас. Мы должны стремиться к тому, чтобы мы сами зарабатывали деньги. Чтобы наша экономика была самодостаточной, она существовала сама по себе, а не зависела от вливаний России, кого бы это ни было. И чтобы эти деньги, мы их полностью тратили на свои нужды, а не так, чтобы эти деньги оседали в карманах Кадырова, Медведева, Путина, Сечина, нет. А вот полностью налоги собраны с народа, вот она казна, столько-то миллиардов. И все эти миллиарды потрачены на нужды этого населения, чтобы у жителей Асиновска были пастбища. Хотят они пасти коров, но не просят денег люди, хотят просто сами себя обеспечивать. Просто создай им условия, дай им пастбища. Отдали пастбища. Хотят они в горы Чечни поехать и там пасти, дали им эту возможность. Хотят люди иметь скоростной транспорт, дали им эту возможность. Хотят авиасообщение иметь, чтобы из Гудернеса самолетом прилетать в Грозный. Да никаких проблем. То, что хочет народ, то и надо ему давать. И деньги на это нужно получать. Вот и все. Тумсо, какие доходы у Чечни, кроме нефти? Сейчас или ты имеешь в виду в будущем? У нас огромное поле для того, чтобы развивать свою экономику. А нефть это сырье, которое можно добывать и реализовывать. Это такой, как сказать, бюджет, уже гарантированный бюджет для стартапа. Бывает, это такой бонус. На самом деле и без него мы могли бы развиваться, быть и стать даже развитым государством, не только развивающимся, даже если бы ее не было. Но это такой хороший бонус, который уже дает нам некий старт прямо в самом начале. То есть нам даже не нужно задумываться. Нам просто достаточно выкачать и продать. А помимо этого есть очень много всего. Скажем, просто создать независимую судебную систему и удобную систему налогообложения. Для того, чтобы у нас, во-первых, собственный народ был заинтересован в том, чтобы заниматься предпринимательством. А это и есть как бы движок экономики. И для привлечения инвестиций. Для того, чтобы иностранный бизнес был заинтересован приезжать к нам, открывать у нас, регистрировать у нас свой бизнес. Платить у нас свои налоги, ставить у нас производство, создавать у нас рабочие места. Мы можем создать эти условия. Для того, чтобы эти условия создать, нам нужна просто независимая судебная система и выгодное налогообложение для иностранного капитана. Также у нас есть огромное поле для развития туризма, которое сегодня вообще заброшено. Никто этим не занимается. А это очень серьезный вклад в экономику. В общем, есть много, очень много таких моментов, в которых мы можем развиваться. Если бы мы были независимые, свободные, то мы бы это делали. В первые годы нашей свободы при Джохаре-Дудаеве мы отменили таможенные пошлины и стали центром торговли не только на Северном Кавказе, но и в таких регионах, как, допустим, Волгоградская, Астраханская, Вологодская область, Ростовская область. Оттуда приезжали люди, чтобы закупаться у нас. Сегодня мы ездим в Азербайджан, чтобы покупать, допустим, какой-то товар мы привозим из Азербайджана для того, чтобы продавать у нас, там покупать дешевле. А тогда из Азербайджана приезжали к нам, чтобы покупать у нас, так как у нас из-за отмены вот этих таможенных пошлин все стало гораздо дешевле и выгоднее было покупать у нас. Как вы знаете, у нас ездят в Хасавюрт покупать в Хасавюрте, но раньше так не было. Хасавюрт ездил к нам, Дагестан ездил к нам, потому что у нас было дешевле. Для того, чтобы стать развивающейся страной, стать торговым центром, финансовым центром, достаточно просто грамотные какие-то действия предпринять и все. Но когда мы находимся ограниченными российским законодательством и российскими аппетитами, аппетитами российских чиновников, то мы не можем, конечно, сами этого делать. Вы за Россию или против России? Ведь, как я понимаю, только и Россия дает деньги. Ну, видите, опять у вас понимание абсолютно основано на вот этой пропаганде, которую вы смотрите. Ну, как может Россия давать деньги, если нефть, которая качается в Чечне, она уходит в Россию, и ее продает Россия, ее продает Сечину, Роснефть, качает Роснефть и продает Роснефть. А потом с этих денег нам, ну, не нам, а Кадырову присылают какие-то средства. Это называется дотациями. Но это не так, что в Магадане, допустим, золото вырыли, ну, добыли где-нибудь в Тюмени, значит, газ с нефтью добыли, а потом из этого нам прислали дотации, а в Чечне ничего не добыли. Не так это. Это в Чечне добыли, как и в Тюмени, как и в других местах добывается, так же в Чечне добывается, все уходит туда, потом оттуда нам что-то возвращается. Вот как это работает. Поэтому это мы даем дотации России, а не Россия нам дает дотации. А что касается за я Россию или против, я против России, пока она является оккупантом на наших землях, пока она не отпускает нас, держит нас. Я отношусь к ней враждебно. Редактор субтитров А.Семкин